В результате атак ВСУ в Курской области погибли 12 гражданских, ранен 121 человек. 180 тысяч человек подлежат эвакуации. Уже выехали сами и вывезены властями 121 тысяча. Об этом несколько часов назад сообщил в Рио главы региона Алексей Смирнов. Что происходит в Курской области и как проходит эвакуация, расскажет мой коллега Кирилл Седов. Кирилл, приветствую. Привет, Юля. Действительно, Курская область остается в центре внимания. И вот на совещании как раз с Путиным сегодня Смирнов сообщил, что 28 населенных пунктов Курской области находятся под контролем ВСУ. Там, по его словам, проживают около 2000 человек и судьба этих людей остается неизвестной. Еще утром Смирнов заявил об эвакуации жителей Беловского района. Вообще сегодня сразу в двух регионах объявили эвакуацию. Она также проходит в Белгородской области, в Краснояружском районе. О нем я расскажу чуть позже. Сейчас давайте вернемся к Курской области. Еще до официальной эвакуации глава Беловского района Николай Волобуев просил всех жителей покинуть дома. При этом он называл обстановку в районе очень напряженной. Тем временем родственники пожилых жителей района жалуются в соцсетях, что пенсионеры по состоянию здоровья не могут самостоятельно добраться до пунктов сбора для эвакуации. Также местные жители пишут в соцсетях, что выбраться самостоятельно не получается, так как проезд закрыт. Ранее глава района обещал, что жителям предоставят машину для эвакуации. Кроме того, власти повторяют, что в пунктах размещения полно свободных мест, но при этом жительница Суджанского района рассказала нам, что это не так. По ее словам, еще три дня назад в пунктах временного размещения ей сообщили, что палатки заполнены. Нам не нашлось места в Курске и пришлось ехать в Калужскую область. Не только мне, но еще пять семей с нами. Приехали вчера. Маму и бабушку спасли. Спасибо людям и военным. Их из Суджи определили в Курский пансионат. Что дальше не знаем. Начали все отходить. И все говорят, Суджу бросили. Напомню, что Беловский район граничит с Суджанским районом Курской области, где боевые действия начались 6 августа. И вчера глава Беловского района заявил, что туда зашла украинская диверсионно-разведывательная группа. В Беловском районе также заметили бронетехнику. В ССУ по данным издания агентства, это северная окраина деревни Гирьи. И продолжая тему бронетехники, надо отметить, что в Курской области прорыли противотанковый ров на 40 километров. По крайней мере, об этом прорытии губернатор Смирнов сегодня доложил Путину. Кроме того, по его словам, в области строят 90, цитата, взводно-опорных пунктов по заданию Минобороны. А еще область усиливает патрули для защиты от мародеров. Надо отметить, что сегодня на совещании у Путина Смирнов начал было рассказывать о глубине проникновения украинских военных на территорию Курской области. Но Путин его быстро перебил, как будто Смирнов какую-то военную тайну раскрыл. На сегодняшний день под контролем противника находятся 28 населенных пунктов. Глубина проникновения на территорию Курской области составляет 12 километров. Ширина по фронту 40 километров. Послушайте, Алексей Борисович, это военное ведомство вам доложит, какая там ширина и глубина. Вы расскажите нам про социально-экономическую ситуацию и о помощи людям доложите. В целом, надо сказать, что сведения о боевых действиях в Курской области крайне скудны по-прежнему, потому что ни одна из сторон конфликта предпочитает не раскрывать эту информацию. Поэтому аналитикам остается следить за публикациями в соцсетях. Вот как раз видео из Суджи. На нем поврежденные гражданские автомобили на обочинах. Как сделал вывод издания агентства, это может говорить о полном контроле ВСУ над городом. При этом украинские военные ищут новые слабые места. Действия мобильных групп сегодня с утра отмечены в Белгородской области, в Краснояружском районе. Об этом писал канал Рыбарь, Блеский и Набороны. И в Краснояружском районе сегодня также решили вывезти жителей. Губернатор Гладков объявил об эвакуации и опубликовал видео, как это происходит. Осторожненько, давайте. Вы видите ли мне помочь? Не переживайте. Сейчас в Роховку приведу, с чайку попьете, покормим, а дальше посмотрим, как называется событие. Из Краснояружского района Белгородской области уже эвакуировано 11 тысяч жителей. Об этом сообщил глава администрации. Первые сообщения о боях на границе с Украиной в этом районе появились еще в ночь на воскресенье. А утром в понедельник началась атака ВСУ на приграничный пункт Колотиловка. Об этом сообщали ЗЭТ-каналы. Вернемся в Курскую область. Там ведь находится большая газоизмерительная станция Суджа. Кирилл, известно ли, что сейчас происходит там? Да, Юль, вот сегодня Радио Свобода опубликовал спутниковые снимки газоизмерительной станции Суджа как раз. На снимках видно, что она частично разрушена. И нужно напомнить, что через эту станцию российский газ через Украину поставляют в Европу. При этом утром ТАСС со ссылкой на Газпром сообщал, что газоизмерительная станция продолжает работу и транзит газа через Украину не прерывается. Еще нужно напомнить, что в пятницу в нашем эфире Михаил Крутихин сделал прогноз, что если транзит газа все-таки прервется из-за военных действий в Судже, Газпром потеряет примерно 6 миллиардов долларов. Поэтому за этой ситуацией нужно следить. Кирилл, большое тебе спасибо. С нами был Кирилл Седов, журналист. Рассказывал о том, что сейчас происходит в Курской области. И на этом все. Друзья, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Ваше мнение должно быть услышано. Подписывайтесь на наш канал и смотрите другие видео. Прямо сейчас они уже появляются у вас на экране. Всего хорошего и пока-пока.